здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на вебинаре посвященном флаттер поставьте пожалуйста плюсики в чат если меня хорошо слышно существует небольшая задержка связи и вы слышите меня несколько позже чем я вам говорю так отлично вижу первый плюс сейчас может быть немножко подождем подтянувшихся опаздывающих и начнем ну хорошо все равно ждать долго нет смысла приступим сначала регламент вебинар продлится примерно один час видеозапись разумеется как обычно будет доступна на geekbrains и на youtube исходный код всего того что я сегодня буду показывать будет доступен на github по мере вебинара если у вас будут возникать какие то вопросы вы можете их задавать я буду отвечать на них в перерывах между рассказом немного себе я закон меня зовут григорий федоров я закончил кафедру ивм приборостроительного факультета юргу это в челябинске сначала работал с и плюс плюс разработчиком затем старый разработок под android пишу под него уже больше четырех лет и последний год из них работаю в компании моюру в москве теперь немножко познакомимся с вами поставьте пожалуйста в чат буква если у вас есть опыт разработки под android а если подаёс и единицу если у вас какой-то другой опыт и 0 если вы только начинаете таким образом я смогу ориентироваться на ваш опыт в своем рассказе отлично у нас есть android разработчик чате даже два это будет интересно я думаю нам всем хорошо о чем пойдет сегодня речь я попытаюсь немного познакомить вас с флаттером это новый фреймворк от даже sdk от google для кроссплатформенной мобильной разработки мы с вами напишем первую программу которая будет работать выдается под android и по мере рассказа постараюсь поделись своими впечатлениями от флаттер с точки зрения android разработчиков во первых почему вам стоит заниматься мобильной разработкой думаю тут и так все понятно мобильные устройства широко вошли в нашу жизнь и многие люди уже даже вообще не пользуются десктопными компьютерами android считается вообще одной из самых популярных операционных систем в мире на картинке для привлечения внимания вы можете видеть фотографию дорожного знака в котором люди пересекают дорогу уткнувшись телефон эта фотография была сделана мной возле офиса mail.ru групп какие есть проблемы в мобильной разработке во первых существует несколько операционных систем наиболее популярные сейчас android и ios также есть еще веб который под который тоже требуется разработка поэтому бизнес если он хочет адекватно поддерживать различные платформы должен содержать как минимум три команды команда android разработки команда ios разработки и команда веб разработки естественно это дорого и сложно также существует большая фрагментация устройства особенно это актуально для android у них может быть у них устройств может быть разная плотность экрана и размер разная производительность разная версия операционной системы и и в третьих в мобильной разработке много боли в частности так касается android как минимум потому что несмотря на то что казалось бы android появился не так давно 2008 году был первый релиз но уже накопилось достаточно много проблем они возникали по всей видимости из-за того что не все решения изначально заложенные в архитектуру системы были верными некоторые из них устарели приходится поддерживать обратную совместимость и поэтому разработка под android часто связано с болью и костылями поэтому flutter предлагает решить многие из этих проблем он позволяет писать приложение под iphone под android и подавилась одновременно использую одну кодовую базу при этом он работает быстро и плавно он разработан компанией google а компания google уже съела не одну собаку на поприще мобильной операционной системы он использует язык дарт который изначально был предназначен для веб-разработки и поэтому вы можете переиспользовать часть кода с веб-проекта в мобильном в мобильных проектах плюс это также может помочь нам в свете грядущего веба который развивается и постепенно захватывает платформу мобильные все больше и больше также есть еще один одна причина таинственная фуксия с это новая операционная система также от google которая возможно заменит android и для юай и пользовательский интерфейс для нее также предполагается писать на flutter но здесь и вынужден ставить дисклеймер потому что flutter все еще находится в разработке и не вышел из беты в начале апреля вышла вторая бета поэтому использовать в продакшен flutter сейчас не стоит и изучать его тоже стоит на свой страх и риск потому что будущее его туман здесь этот слайд я утащил из презентации google здесь красиво демонстрируется возможности анимации фреймворка можно на них посмотреть и порадоваться за flutter и еще немного расскажу языке dart который используется во flutter этот сравнительно молодой язык он разработка одним стало известно 2011 году он также разрабатывается компанией google позиционируется как альтернатива джава скрипту на нем в целом довольно приятно писать он поддерживает строгую типизацию и после джава в принципе большие больших проблем не возникает некоторые говорят что это мертворожденный язык ну действительно в рейтинге популярности языков тиоби он находится на 27 месте но тот же kotlin находится там на 49 месте котлин год назад был официально поддержан google качестве языка для android разработки и тем не менее на 49 месте но никто никому я думаю не придет в голову называть его мертворожденным или мертвым поэтому если flutter выстрелит и будет достаточно популярным то и дарт тоже будет развиваться этот эту картинку я тоже утащил из презентации google здесь довольно много всего написано но самое важное для нас то что код дарта компилируется в нативный код и все виджеты отрисовываются нативным движком для каждой платформы и flutter не использует нативные виджеты и не рендерит их в html как делают некоторые другие фреймворки этим и достигается быстрое действие и скорость и одинаковость виджетов одинаковость пользовательского интерфейса на ios android так у нас закончилась теория настало время ответов на вопросы я вижу вопрос про другие кроссплатформенные фреймворки вопрос в принципе ожидаемый понятный я к сожалению не использовал кроссплатформенные фреймворки до этого наслышан о том что даже наиболее популярность от react native все равно не является панацеей и люди которые его использовали по слухам все равно переходят на нативную разработку поэтому опять же непонятно что будет с латером но это еще еще одна попытка и сейчас она выглядит довольно интересно поэтому стоит с этим ознакомиться переходим если вопросов больше нет то мы перейдем к практике да практике прежде всего нам потребуется фреймворк flutter для его установки я думаю вы сейчас не успеете установить если заранее подготовились но я просто покажу как это выглядит у нас есть сайт у флаттера есть сайт и подробная документация он поддерживает все три популярные операционные системы и windows и macos и linux к сожалению если вам нужно разрабатывать подаёс у вас нет другого выбора кроме как использовать macos поэтому я специально позаимствовал macbook чтобы показать вам работу flutter приложения на симуляторе вам нужно будет скачать архив который на самом деле является просто заархивированным гитхаб репозиторием flutter распаковать его прописать переменную path и тогда вам станет доступен доступна утилита флаттер доктор очень полезная штука которую сделали гугловцы сейчас я примерно покажу как это выглядит мне она очень понравилась вы запускаете утилитовка в терминале и она анализирует систему находит установленный флаттер проверяет всю корректность сообщает вам о том какие пакеты необходимо установить и помогает вам предлагает вам пути решения в данном случае у меня все уже установлено единственная не галочка это отсутствие подсоединенных девайсов мы можем запустить симулятор ios устройства подождать пока он загрузится и убедиться что flutter доктор говорит что все в порядке вот кстати в андроиде последние эмуляторы работают очень стартуют очень быстро а я усну пока с задержкой так он запустился мы запускаем утилиту еще раз и наблюдаем то что сейчас все проверки должны пройти да все проверки прошли в качестве среды разработки флаттер поддерживает android studio интелли джи айди и вес код редактор от microsoft существования которых я до этого признается не знал я буду пользоваться android studio который обычно используется для android разработки для нее потребуется flutter плагин и дарт плагин установки которых будет написано в мануале либо flutter доктор вам подскажет выбираем старт new flutter project здесь соответственно application какое-нибудь имя для проекта мы можем здесь выбрать как обычно какой-нибудь путь для проекта но сейчас нам это неважно здесь указываем домен стандартная практика используем джи и в android идентификатор пакет и проектом поддержка кодлина свифта нам сейчас не нужно запускаем проект и сейчас нам студия создаст hello world на flutter сегодня кстати произошла интересная история с этим созданием проекта дело в том что не оказался забанен айпишник гитхаба при создании проекта flutter обращается гитхабу и пришлось принимать меры так что если вдруг у вас не создастся проект проверьте доступность гитхаба так студия создала нам проект давайте мы его сразу же запустим и посмотрим как это работает тут пока можно не вглядываться особо в код потому что тут кода кода не очень много но много комментариев разработчики позаботились о том чтобы мы могли легко понять что делать туда же есть какая-то инструкция о том что можно изменить чтобы заметить как работает hot reload которыми сейчас сейчас вам покажу проект собирается сейчас мы его запустим для симулятора iphone 10 вот мы видим в принципе материальный дизайн который пришел из android google предлагает его целом и для iphone и для android здесь немножко модифицированный интерфейс сейчас вам покажу как это выглядит для android запустим android эмулятор запустим android эмулятор в данном случае nexus 5 и соберем проект для android выглядит он будет соответственно так же также но с небольшими отличиями в частности заголовок баре должен будет уехать слева влево так google видит разницу честно говоря плохо знаком с паттернами интерфейса в айос но мне кажется что обычно приложение так там не выглядит вообще google предлагает одинаковый интерфейс в качестве большинстве случаев потому что он предлагает предполагает что корпорации будут обеспечивать брендовый дизайн который выглядит одинаково на android и ос для примера можно привести разные там инстаграмы которые выглядят практически одинаково вот у нас запустился android проект как видите заголовок действительно сдвинулся влево что нам здесь предлагается нам здесь предлагается инкрементировать переменную и текстовое поле и и обычно на этом примере показывается hot reload что это такое это быстрая подгрузка кода например что мы можем сделать мы можем здесь изменить текст и он сразу же изменится в эмуляторе для этого есть специальная кнопка флаттер hot reload который выглядит аналогично андроидной instant run вот видите уже все обновилось то же самое если мы переключимся кстати он наверно он не поддерживает сейчас hot reload на эмуляторе потому что мы каком-то виде разорвали связь да он поддерживает только к первоначальному устройству которому подключились но обычно мы разрабатываем обычно это не является проблемой вот это в целом похоже на то что есть в android под названием instant run то есть изменение кода на рантайме но на моей памяти постоянно с этим instant run возникают проблемы и проще его подключить отключить особенно если это проект сложный не уверен что все будет гладко здесь но поживем увидим что еще можно сделать ну давайте например он теперь будем на себя поддерживается ли тут так ну что у нас там релон а ведь работает отлично так я вижу есть вопрос про ограничения флаттера если можете попытаться уточнить какие ограничения вы имеете ввиду нас на текущий момент насколько мне известно флаттер поддерживает android начиная с версии 16 цепи то есть в принципе достаточно и вы не заморачивайтесь совместимостью какими-то проблемами с четвертым пятым android если ну хорошо мы чуть позже еще поговорим системные функции доступны не все но есть плагины если что то чего то не хватает придется писать интероп интероп тут не очень просто сделан вот но для базовых приложений которые чаще всего используются как известно там показать какой нибудь списочек джейсончиком всего этого должно в целом хватать база данных например сквейлайт поддерживается с помощью плагина и на андроиде и на ios то есть вы подключаете один плагин и работаете с базой данных точно так же камера шарит преференс точнее хранилище каких-то персистентное хранилище небольших данных небольших объемов данных тоже поддерживается через систему плагинов хотел вам показать еще как интегрируется flutter в android приложение и давайте поговорим про общую структуру приложения может быть интересно вот у нас есть проект тут есть соответственно именно код на дарте который используется который непосредственно нужно с которым нужно писать на flutter и есть папки android и с в папке android типичная структура грейдл проекта и есть есть activity которая наследуется от flutter activity как сильно кастомизированная и тут регистрируется соответственно плагин то есть если нам нужны какие-то нативные функции мы можем и это даже рекомендуется документации что-то здесь добавлять можем также переопределить application он тоже используется кастомный во flutter и что-то дописывать туда манифест также есть ничего нового ничего принципиально не изменилось flutter activity у нас просто пробрасывает вас все методы жизненного цикла во фреймворк кстати если вы скачаете исходный код flutter на гитхабе есть исходный код и фреймворка и движка его можно скачать под подгрузить исходники и тогда здесь все будет красиво с комментариями как полагается еще хотел показать вам как выглядит apk-шечка то есть архив с приложением который мы запускаем на устройстве им пускаем дистрибуцию предоставляем пользователю у нас есть так где у нас тут его найти там да что я могу не найти на на макосе ну хорошо в общем а пока имеет в дебажном режиме размер 30 мегабайт за счет того что там лежит скомпилированной библиотеки фреймворка и для 86 и для rm но если собрать релизе то будет порядка 6 7 мегабайт что в целом нормально учитывая то что нам не нужно тащить саппорт library и все прочее это в целом достаточно и насколько я знаю в релизе нету пока поддержки 86 архитектуры то есть на эмуляторе можно запустить только важную версию так давайте немножко пробежимся потому как выглядит непосредственно код на дарте в отличие от android здесь есть явная функция main которая вызывает которая вызывает наше приложение во flutter используется подход о том что все является виджетом включая приложение все виджеты делятся на stateless и stateful stateful виджет отличается от stateful как следует с названием только наличием объекта состояния те кто пишут под android знают что состояние сохранение состояния это одна из болей при разработке под android и здесь уже на уровне sdk эту проблему постарались решить соответственно если у нас виджет иммутабельный и не требуется ему не требуется меняться мы можем делать его stateless и все будет быстро перерисовываться этот подход с иммутабельными виджетами здесь используется для быстрой перерисовки интерфейса так значит функция main у нас вызывается функция run up которая вызывает объект класса application здесь у нас используется материал есть также и ios с ios тут на самом деле не так чтобы все было просто чтобы мы могли автоматически как-то подменять виджеты ios и android есть в составе фреймворка набор виджетов который выглядит аналогично системным но на самом деле они рисуются как я уже говорил во фреймворке и эти виджеты есть ios которые здесь называются купертина виджеты есть материальный дизайн но я пока не нашел способа автоматически менять допустим сделать чекбоксик или свитч чтобы он автоматически менялся в зависимости от операционной системы ну вот есть некоторые виджеты которые меняются как я говорил уже с саббаром предполагается что они выглядят по-разному в зависимости от подхода а подход с отображением кнопочек считается по мнению гугла не не настолько зависящим не только от платформы от парадигма дизайна которая в приложении может быть одна допустим на две платформы то есть они считают что материальный дизайн может применяться и на android и на ios так пожалуй лучше мы напишем все это заново чтобы было более понятно в процессе здесь потому что очень много комментариев много кода вот вот я буду использовать для примера туториал который есть на сайте Flutter мы попробуем его может быть немножко модифицировать и написать да как я уже говорил у нас есть функция main эти поддерживаются лямбды это не явно это такой у нас механизм для вызова функции из одного аргумента более упрощенной чтобы не писать фигурные скобочки можно также написать и фигурных скобочках как мы привыкли в джаре пишем соответственно наш класс my app будет реализовывать stateless виджет полагается видимо что приложение у нас иммутабельное по крайней мере в простейшем примере да мы должны реализовать функцию build которая должен реализовать любой виджет stateless виджет а мы должны за импортить да вот у нас есть пакеты купертина материал и виджетс мы будем использовать материал не будем нужно перегрузить функцию build и здесь нам предлагается дать объект материал это соответствует специальный виджет который реализует материальное приложение материальное приложение если можно так выразить у него можно задать заголовок как видите поддерживаются именованные параметры в конструкторе обычно android их завезли только скопленным то есть потому что язык современный и задать home это будет основной виджет предлагается использовать специальный scaffold виджет который реализует ю паттерн с апбаром и телом остального приложения вот у нас есть апбар специальный виджет апбар и у него тоже есть заголовок то есть мы описываем прямо в аббаре виджеты виджет текст в котором тоже можно что-то задать так бар и бари здесь предлагается использовать виджет центр который центрирует единственного наследника по центру как вы можете заметить тут используется своеобразная такая описательная система виджетов сейчас мы попробуем рассказать немного подробнее так и нужно обязательно ставить точку запятой это некоторые люди критикуют что в 2018 году нужно ставить точки запятой смотрите у нас в отличие от андроид в котором есть разметка xml разметка в лейаутах все пишется прямо в коде вся иерархия виджетов весь юай все описывается в коде это с одной стороны ломает шаблон привычный по крайней мере мне андроид разработки когда мы можем с помощью конструктора юай ну хотя на самом деле конструктору я использую только для превьюшки мы можем где-то в xml отдельно писать в ю задать все размеры в ресурсах и в коде уже к нему обращаться здесь предлагается использовать все описать описывать в коде отсутствие предпросмотра компенсируется быстрой перезагрузкой мы можем что-то менять и у нас все очень быстро подгрузится как вы заметили также философия Flutter предлагает использовать предпочитать композицию наследования то есть если в андроиде мы постоянно часто наследуем виджеты здесь предлагается использовать их композиции подсовывать в конструкторы разные параметры выглядит это иногда интересно то есть получается по крайней мере в таком коде такая большая вложенность и непривычки в этом может быть сложно разобраться с другой стороны чем мне нравится этот подход тем что в xml layout в андроиде часто не получалось реализовать все что требуется для приложения и часть из этого уходила в код программный то есть большинство функций можно было сделать и с помощью xml и с помощью кода кто-то предпочитает такой подход кто-то такой в итоге код отвечающий за UI оказывается разнесенным и приходится мы казалось бы смотрим на UI на UI в xml разметке но в итоге что-то в коде изменили и это может быть не всегда очевидно здесь соответственно все будет в одном месте если особенно это еще грамотно архитектурно разнести потому что пока примеры которые предлагаются тут все как еще одна обратная сторона то что все многие примеры можно уместить просто в одном файле с кодом по сути такой скрипт у нас здесь и приложение и виджеты и как раньше делали в activity приходят в сеть и это удобно для обучения вы можете найти любой пример скопировать себе нажать run и все заработает примеры причем лаконичный язык по сравнению с Java и лаконичный по сравнению с андроидом тут не требуется многих действий совершать все упрощено и на мой взгляд такая разработка переосмысленная мобильная разработка мы еще увидим насколько здесь многие вещи упростили это для меня мне кажется что это разработка мобильная разработка с человеческим лицом уже переосмысленная в современных реалиях хорошо продолжим писать код пример на сайте нам предлагает заиспользовать библиотеку со словами давайте попробуем сразу сходить в сеть потому что что нам еще интересует что нас еще интересует в мобильной разработке кроме как не ходить в сеть парсить json и еще чтобы не следить за состоянием кстати с переворотами тут вообще никаких проблем попробуем заиспользовать библиотечку для работы с http которую нам сразу покажет как тут работать с многопоточностью с многопоточностью тут тоже все интересно давайте покажу как импортировать внешние зависимости нам нужен package package дарт да давайте сразу покажу как это вообще все происходит здесь тут есть специальный экспозиторий называется pubdart lang.org в котором есть все пакеты для дарта разделенные на флаттер веб и все нам нужен флаттер мы можем здесь вбить http и по аналогии с тем как это сделано в мэйвине например здесь тоже все описано многие пакеты как я сейчас понимаю сделаны в основном гугловствами и здесь есть прямо примеры кода есть инструкция по установке и все прочее это удобно по аналогии с тем как это сделано в грейдли в мэйвине в других системах у нас есть конфигурационный файл в котором мы прописываем зависимости здесь тоже все по-модному используется ямул ямул это такой единовый markup language еще один язык разметки который отличается от остальных тем что у него используются пробелы для форматирования и если вы не дай бог пробелом ошибетесь то может что-то пойти не так здесь прописываются зависимости вот у нас есть зависимость от flutter вот мы прописываем пакет http и указываем версию крышечка означает что выше определенной версии вообще подход конечно интересный вроде бы best practices не рекомендует не указывать конкретную версию потому что может быть что-то обновится и в итоге поломается вот ну ладно не будем спорить мы заимпортировали пакет и теперь попробуем сходить в сеть пишем функцию load data и указываем что она является синхронной здесь используется подход sync await сейчас мы попробуем немного о нем поговорить указываем url в качестве url мы будем использовать такой фейковый json есть хорошие люди написали специальный сайт сервер в котором есть примеры json специально для таких случаев не нужно получать никакие пикеи мы просто используем какой-то метод вот например вот этот который генерирует набор данных подходящих для разных случаев жизни там есть и с картиночками он генерирует картиночки если нам нужны картиночки у них тут есть айдишники все красиво мы указываем url и обращаемся уже непосредственно сеть мы используем возможности среды разработки а да я забыл сделать одну важную вещь и среда мне подсказывает после того как мы обновили файл нам нужно подтянуть зависимости вот мы подтянули зависимости а и кстати они обычно рекомендуют здесь использовать импортировать через type dev так называемые чтобы пространство имен все-таки какое-то было потому что в пакете http dart функции лежат прямо на верхнем уровне этот язык поддерживает переменные функции на верхнем уровне в отличие от java где любая функция должна быть в классе вот у нас есть http get мы нажимаем комбинацию клавиш alt enter и назначаем ее переменная кстати она назначает по умолчанию future но давайте мы не будем использовать future выпендриваться и используем подход с wait напишем все руками в но wait здесь начинается самое интересное давайте допишем пример правда есть пример будет только получать данные давайте пока расскажу про sync и wait как вы знаете например в андроиде нам нужно постоянно держать UI поток свободным чтобы не загружать его и интерфейс не тормозил здесь используется немного другой подход здесь используется цикл сообщений и подход со sync и wait что это значит это значит что код мы пишем что называется plane то есть прямо нам не нужно здесь какие-то callback определять как это обычно делается то есть мы пишем какой-то код который выполняется синхронно потом запрос сеть стартуем он уходит другой поток мы пишем какую-то функцию обратного вызова callback и она вызывается уже на главном потоке показывает результат здесь используется подход подход async и wait мы помечаем функцию асинхронной весь код который указан до и это выполняется сразу и wait соответственно откладывается до тех пор пока не выполнится запрос не выполнится эта функция соответственно запрос будет отложен будет себе спокойно выполняться и потом вернется когда завершится то есть нам не нужно явно вызывать никакие потоки создавать тут с потоками вообще все интересно есть так называемые isolate объекты которые являются вроде бы потоками но общее адресное пространство они не делят поэтому общаться можно будет только через сообщение ну это на самостоятельное изучение оставим вот насколько я знаю подобный подход используется в Kotlin с коррутинами в Java пока такого нет по крайней мере в том что есть на Android точно вот и соответственно дальше у нас тут есть такая функция setState наверное получится небольшое забегание вперед давайте мы ее опишем потом разберемся для чего она нужна нужна для изменения состояния так у нас начинает время подходить надо поторопиться используется а работа с JSON тут пока на таком уровне интересном привычного нам JSON когда можно определить файл и поля вон их распарти автоматически здесь нет потому что требуется рефлексия рефлексия здесь отключена не поддерживается так так с а давайте куда нам надо так вернемся к примеру надо быстренько написать списочек так 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 давайте добавим Stateful Widget для чего нам нужно Stateful Widget как я говорил все виджеты делятся на Stateful и Stateless я буду пользоваться кодом из примера мы определяем вот вот оно что надо его снаружи описать Stateful Widget так так что джава что все должно быть в классе Stateful Widget класс достаточно простой он занимается только тем что определяет класс и создает состояние эти дженерики как джаве здесь тоже есть нам нужно создать состояние а все вот работа с виджетом будет уже состояние джим класс и с состоянием джим класс и с состоянием в мире они используют библиотечку для генератора генератор случайных слов поэтому технология остается нажимаем 5 и студия автоматически нам генерирует метод который нам нужно перегрузить метод build то есть выглядит это так же как и stateless виджет у нас в виджете stateless есть функция build которая создает виджет и в состоянии есть функция build которая создает виджет затем мы меняем состояние и состояние перерисовывает виджет виджет остается по сути таким же как и иммутабельным только у него есть состояние здесь уже можно вернуть какой-нибудь виджет давайте сразу попробуем список вернуть так здесь есть лист вью который является одновременно по аналогии с андроидом и ресайклером и лайнер лоялтом билдер который нам облегчает его создание а а а там билдер это специальный билдер который создает айтемы если вы пользовались андроиды писали под андроид то в рейсайклере подход похожий там есть вьюхолдеры которые создаются для каждого айтема здесь у нас передается туда счетчик цикла и он должен что-то вернуть вернем мы специальную функцию которая создает нам строку то мы сейчас опишем так нам нужно использовать наши виджеты которые мы получим в сети и нарисовать их давайте же попробуем это сделать так функция билдером должна возвращать элемент списка в жизни уже созданы классы заголовок и ему можно создать соответственно виджет с текстом виджет с текстом требует у нас строку давайте мы сюда строку то как раз есть здесь нам нужно будет дать строку которую мы получим из джейсона так так хорошо осталось все это связать так давайте же мы это сделаем так у нас в стете помимо функции build есть еще функция init которую можно перегрузить мы начнем выполнять наш сетевой запрос так 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 и мы можем нашу функцию и вызовем давайте мы ее сделаем хорошо также мы берем список с виджетами член класса тут в отличие от java не используется модификаторы видимости очень забавно и если вы хотите можно только задать подстрочник первым и тогда перемена не быть видно за пределами за пределами пакетом так что ему тут у нас не нравится нет на навстречу два раза вот это инвалид умирает что-то идет не так так что-то у нас идет не так класс рандом будет стоит лично так сейчас то у нас не фаник давайте попробуем для начала просто запустить и посмотреть что будет разберемся у нас не работает где-то наш эмулятор так видите здесь кстати у нас может не подхватиться уже горячая подгрузка поэтому давайте мы заново его запустим так запускаем мы его на андроид давайте посмотрим предполагаю что должен ввести список из одинаковых элементов здесь видим размеры пока так сенкин файлз а ну да мы же рэндом ворс нигде не используется давайте мы его вернем в качестве child так что-то идет не так в случае ошибки он вываливает вот такую штуку так давайте посмотрим так ладно время подходит давайте мы его посмотрим что же происходит ну да рэндом ворс все нормально в качестве элемента баги так а ну да мы же здесь не создали состояние ну вот кстати отличие так это казалось бы прогнулся только на рантайме да у нас есть список из кстати бесконечный список из одинаковых элементов давайте мы разберемся в итоге что у нас получается с виджетами так что что же ему здесь не нравится должно у нас что быть мы должны из виджетов передавать для этого элемента строку как у нас в джейсоне строку title парсинг в простейшем случае джейсона выглядит как в каком-нибудь питоне мы просто указываем буквально на лету структуру так теперь что же у нас здесь а ну да если он не загружен у нас будет интересная история так так соответственно если у нас виджеты не загружены нам нужно возвращать какой-то прогресс а до этого нужно понять что же у нас идет не так так type list dynamic синтаксис что ли а виджет да да видимо виджет это зарезервированное слово так так рисон у нас нужно заимпортить нам среда разработки подсказывает что нужно сделать так здесь опять же виджетс да и уже лучше давайте кстати попробуем запустить посмотреть как он наверное у нас упадет на рантайме с отсутствующими данными да так значит нужно добавить условия условия сейчас мы добавим условия если у нас давайте вернем какой нибудь просто текст 0 то вернем уже наш список посмотрим получится да что-то пошло не так так как у нас предлагается это решать get list view list view list view list view builder так ну list view builder нам возвращает в итоге в итоге list view builder мы для начала смотрим что у нас убедился где ошибка да ошибка у нас не здесь не очень пока привычно разбираться во всех этих штуках так 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 давай до этого все было более-менее так виджетс виджет билд вот так проект собрался да как можно заметить проблемы с instant run и hot reload тоже есть будем надеяться что со временем все станет получше вот все сработало как планировалось давайте попробуем его еще раз запустить так куда у нас он делся вот он flutter запускается приложение показывается лодинг ага hot reload кстати не подхватился в перезапущенном приложении поэтому если мы хотим запускать его заново вот таким способом полным перезапуском тогда нам нужно собирать его целиком да наш вебинар подходит к концу время вышло я прошу приношу извинения за такую импровизацию да вот видите загрузился список из джейсона хорошо давайте будем заканчивать основные моменты я вам показал то есть у нас есть набор репозиторий с плагинами которые реализуют функции которые не реализованы в системе которые требуют обращения например к нативной платформе вы можете их использовать там для камеры для как я говорил пост данных и можете писать свои есть поддержка взаимодействия с нативной с нативным sdk android но там как обычно это бывает не очень красиво нужно создавать каналы где текстом писать имя функции которые вы будете вызывать но зато то что есть работает красиво и быстро и я думаю что проблемы будут возникать когда что-то будет идти не так вот тогда у нас все и прояснится с тем какой это будет фреймворк популярный или не очень вернемся к презентации да instant run тоже тупит поэтому и в android тупит и здесь как видите тоже возникают проблемы спасибо что были со мной на этом вебинаре сейчас я вам расскажу вкратце что ждет нас в ближайшее время если вы заинтересовались соответственно можете посетить flutter.io там все подробно описано есть много примеров есть также статьи для android разработчиков как применить андроидный опыт то есть что является аналогом там list.io что вместо ok http использовать что использовать вместо relative layout как с многопоточностью также есть для web разработчиков и для react native разработчиков тоже своеобразные гайды вообще есть еще чат в телеграме про flutter там где-то 70 человек то есть пока язык и платформа еще только набирают популярность и люди в общем то говорят что документации на самом деле на глубокие темы не очень хватает но на первый взгляд документация качественная базовые вещи все покрываются это полезно в ближайшее время 8 уже мая начнется google.io где анонсировано несколько докладов по flutter и есть люди которые ожидают что там возможно какие-нибудь громкие заявления типа там релиз flutter но на самом деле мне кажется что релиз они могут и не зарелизить но что-нибудь анонсировать могут также вы можете скачать приложение flutter gallery в android google play он точно есть там можно прямо потыкать все эти демочки как работают анимации виджеты исходный код его доступен также на гитхаб вообще-то на гитхабе вообще все есть для flutter и движок и языка и куча примеров и разработка ведется прям вот быстро и горячо коммиты постоянно появляются много звезд много ишев если у вас еще остались какие-то вопросы я могу на них ответить и если вопросов нет то мы будем прощаться эту красивую анимацию я взял с сайта google.io нарисовали это на самом деле хэштег iom18 вот смотрите google.io изучайте новые технологии в том числе мобильные надеюсь вы узнали что-то для себя сегодня интересное ну если вопросов нет значит напоминаю что ссылки ну выкладывать я наверное выложу этот код все-таки на гитхаб в какой-нибудь paste bin копипасту приложу к проекту может быть вам будет интересно и дам наверное более удобные ссылки на статьи там есть специальная статья у них на медиуме как смотреть флаттер на google.io и чтобы не нужно было там перепечатывать что-то или искать и спасибо до свидания так Продолжение следует...